Доброго времени. Признаться честно, я несколько улегся потоками и забросил куда более трудоемкие процессы изготовления отдельных роликов. Попробую исправиться. На днях я задумался, как произошло, что вот уже почти два года я играю в эту замечательную игру и до сих пор мне не надоело говориться с планетами. Безусловно, это в какой-то степени вызвано аутичностью данного процесса. Однако главными я считаю следующие причины, которыми в виде советов сейчас с вами поделюсь. Помните, что планетарные ресурсы лишь один из элементов в цепочках производства, следовательно, продажа их в втором виде может быть недостаточно выгодной. Упор нужно делать не на условном иск часе, а на удовлетворенности соотношения добытых ресурсов к затраченного времени. Так, к примеру, с одной стороны я запускаю добычу раз в сутки, однако докуюсь для сбора ресурсов раз в 5-7 дней. Не пытайтесь превратить процесс в работу в огонь за прибылью, не лизорен шанс перегореть и в итоге совсем остаться без этих частично пассивно добываемых благ. Задайте себе вопрос, хочу ли я сейчас, скажем, запустить новый цикл добычи? И если ваш внутренний голос не говорит убедительного «да», отложите это начинание и займитесь чем-то интересным. Итак, хочу поделиться парой схем добычи, к которым я на данный момент пришел и сейчас нахожу максимально комфортными. Первое. Рассчитано на четвертый уровень навыка улучшения командных центров. В таком случае у вас не так уж и много ресурсов для построек. Ставим два ангара, один в качестве буфера для своих ресурсов, второй как промежуточное место хранения полученной по один продукции. Заводов в зависимости от радиуса планеты можно поставить от 6 до 8, который позволяет обрабатывать от 36 до 48 тысяч единиц сырья в час. Второй ангар, на виду с лаунчпэдом, позволяет аккумулировать до 22 тысяч кубометров ресурсов и дает возможность достаточно редко заглядывать на таможню для выгрузки. Вторая схема очень сильно похожа на первую, однако предполагает навык уже в 5. И вот тут начинается самое интересное. Все дополнительные ресурсы я стараюсь расходовать на комфорт. Два лаунчпэда в истину удобнее выгружаются, это может показаться мелочью, но отсутствие лишних кликов я нахожу максимально приятным. Оставшиеся мощности позволяют чуть дальше устанавливать экстрактор, а следовательно чуть реже перенасталивать всю планету. Обе схемы очень просты в понимании настройки, однако первоначально ошибочные цели существенно оттягивали их внедрение. Сейчас же я, можно сказать, наслаждаюсь таким процессом добычи P1. На этот раз все, до встречи, buy safe. Продолжение следует...